Здравствуйте! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Наги. Продолжаю читать о близнецовых пламенах и не только. Это у нас, получается, уже будет третье видео. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но я зашла на сайт Proza.ru и читаю у автора Исидора. Поэтому продолжаем. Итак, родная семья, продолжаем нашу беседу на тему встречи близнецовых пламен. Вы прекрасно знаете и многие помнят, хранят в памяти своей души ту истину, что встреча любви священна, освящена слиянием энергии высоких вибраций. Эта встреча изумительна, но не всегда близнецовые пламена узнают друг друга при первой встрече. К тому есть многомерные причины. И мы объясним вам эту концепцию. Некоторые пары близнецов перед воплощением заключают следующее соглашение любви. Они просят своих наставников о том, чтобы после рождения в их биополя были вставлены защитные оболочки, которыми являются слои уроков и испытаний на коды узнавания своего близнецового пламени. Сложная концепция для объяснения на земном языке, но вполне доступна для воспоминания души. Итак, это означает, что по вибрациям эта пара не узнает друг друга до тех пор, пока они вместе не пройдут ряд испытаний на эго-ум. После успешного прохождения череды уроков, защитные оболочки вследствие высоких вибраций новой осознанности трансформируются в составляющую энергии творчества, а коды узнавания активируются, и тут происходит то самое узнавание близнецовых душ. Какие сложности, подумали вы? Зачем это? Что за цель преследуется? О, возлюбленные! В том есть мудрость и сострадание. Во-первых, на эти сложности осознанно идут самые древние души. Более того, самые опытные, ибо этот эксперимент связан с известным риском. Возможное увеличение кармического груза, замедление эксперимента на несколько воплощений. Во-вторых, ситуация на некоторых трехмерных планетах Вселенной таковы, что такой эксперимент землян жизненно необходим для спасения многих сложных отношений, зашедших в тупик духовной амнезии. Мудрые, сострадательные души землян одевают мантию добровольной осознанной жертвенности и погружаются в рискованный, но такой необходимый эксперимент очищения от кармических наслоений вследствие сотворчества близнецовых пламён вне узнавания. Всё уместно. Души идут на это осознанно. Можно сказать, что земляне спасают многие близнецовые души от рассеивания, перетрансформации. Это акт спасения любви. Дело в том, что на этих планетах нет опыта инкарнаций. Переход на следующий уровень развития совершается в одной жизни. Того требует эксперимент. Очень древний эксперимент. У землян быстрый период смены инкарнации необходим для интенсивного и своевременного получения опыта для передачи знаний, результатов в нужной уголке Вселенной, что является уже миссией наставников, распространителей данных результатов опыта. Что касается подстраховки, то в этом аспекте многие зависят от наставников. Именно мы усеиваем дороги любящих, но не узнавших друг друга красноречивыми знаками. И поэтому, повторяем, будьте духовно внимательны к этим сигналам света. Это мы, как светлячки, освещаем вам дорогу к воспоминаниям духа. А теперь перейдем к возможным, уместным в связи с развитием трудностям близнецовой пары после узнавания. Единственный, кто видит вас вне дуальности, это ваш близнец. Поэтому зачастую вместе со вселенской радостью вы можете ощутить беспокойство вашего эго. У вашей половины есть все дары и инструменты для того, чтобы взять ваше эго под контроль. Соответственно, у вас есть набор принадлежностей для усмирения эго вашего близнеца. Ваш близнец замечает все мелочи, которые мешают вашему духовному развитию и вредят вашему физическому и энергетическому здоровью, изменения эмоций, поступки, привычки и т.д. Следующая сложность близнецовых пламен – влюбленность и любовь. Смешение этих разных по предназначению энергий. Влюбленность – это интерес эго, набор эмоций, основой которого является одобрение на момент сейчас и близость временная к иллюзорному идеалу образу. Итак, влюбленность – это просто набор быстро меняющихся эмоций. Любовь – это чувство вне времени и пространства, энергия, ведущая к духовному преображению через очищение, наполнение и слияние. Все близнецовые пламена проходят испытания на влюбленность. Иногда эти энергии любви и влюбленности так перемешаны, что человек просто не понимает, так что же он сам чувствует. Осознанность помогает распознать игры эго. А они в основных своих проявлениях таковы. Влюбленность преобладает в энергетике сексуальной энергии вне контроля. Любовь – преобладание энергией любви, гармонично сотрудничающей с остальными энергиями духа. Влюбленность – желание взять под тотальный контроль партнера любыми способами, включая ревность, агрессию, жалость, чувство вины и т.д. Влюбленность – только в начале всплеск эмоций и восторга. Остальное – это попытка одного человека привязать к себе другого. Влюбленность – эмоции, понисходящей, от восторга к разочарованию. Это маятниковый принцип. У любви чувство рождается бесконечно, повосходящей, каждый раз открывая нового любимого человека и принимая его или ее таким, каким он есть. Кратко обозначим остальные части трудностей отношений близнецовых пламен в социуме. Воспитание Различия культурного уровня – это эгрегор культурности, этикетности, отношений между людьми, как вы относитесь к этому, делите ли вы людей по степени интеллигентности, образованности и т.д. Религиозные, межрасовые предрассудки. Будьте вне религии рас. Элитных рас на земле нет. Есть одна раса – человеческая. Нежелание близнеца развиваться духовно вместе в одном направлении. Фактически у таких пар две реальности и нет точек соприкосновения. Сохраняет отношение одна общая реальность – бытия и целей. Нежелание открыть для себя таинство предназначения. Вопросы быта, привычек и совместного проживания. Проблема эго и его видения дома, быта, общих дел. Нежелание привести в равновесие материальное и духовное. Нежелание проходить периоды глубокой очистки эго. Нежелание проходить период очищения от образа идеала из детства, юности, реклам, книг, фильмов. Нежелание раскрыть в себе как мужественность, так и женственность. Привести в состояние равновесия инь и янь. И стать самодостаточными. Это лишь основные моменты трудностей отношений. Остальные имеют личностный и индивидуальный характер. Все эти пункты связаны с одной единственной проблемой – эго вне контроля. Если вы сможете найти ключ к повышению собственной осознанности во всем, то вам не нужно будет отдельно прорабатывать каждый пункт трудностей, отношений во благо возлюбленные. Вослюбленные в свете и любви. Вознесенный учитель Чамуил. Мы есть. Ну и еще немножко о пути фиолетового близнеца. Его история начиналась, как и сотни других историй представителей фиолетового пламени. И как часто бывает в подобных случаях, что-то было не так с самого начала. Сколько он себя помнил, нечто внутри отличало его от остальных людей. Ему не нужно было притворяться, чтобы казаться обычным. Но чем больше он познавал этот мир, тем сильнее убеждался в том, что его мир внутренний не был похож на мир окружающий, мир людей, в котором он жил. Временами, когда этот контраст захлестывал его, причиняя боль и разочарование, только внутри он мог найти покой и утешение. Его жизнь складывалась самым разнообразным образом, как река несла его судьба по разным берегам. Он чувствовал людей, их мысли, эмоции. Он проникал во все сферы человеческих отношений, из которых складывалось общество. Он чувствовал связь текущих событий, тех, что произошли из тех, что еще ждут своего воплощения. Танец энергий. Такой, казалось ему, жизнь, окружающая его пространство. А любые совпадения, закономерности, нити, объединяющие эту божественную геометрию, и не было ничего случайного в мире, все подчинялось великому плану, божественному замыслу. Там, где судьба несла трудности и преграды, он видел возможность преодолеть их. Там, где была грусть и печаль, он видел стимул к действию, изменению себя. И внутри он всегда чувствовал, что кто-то ведет его, помогает и согревает своим теплом. И это ощущение помогало ему двигаться вперед. Итак, мои хорошие, еще немножечко продолжу. Но было нечто особенное в его жизни, то, что он чувствовал еще тогда, когда не мог подобрать подходящих слов, чтобы выразить это. Он чувствовал свое близнецовое пламя, свою божественную половинку с детства. Его часто посещали мысли о том, что где-то есть такое существо, которое ближе всего ему, которое было бы с ним на одной волне, потому что, если это не так, думал он, то это внутреннее одиночество так и останется с ним. Ведь с кем бы он ни находился рядом, он не ощущал той завершенности, которая была так ему необходима. Когда он впервые читал книги о послании о близнецовых пламенах, его сердце билось так сильно, слезы как-то естественно стекали по его щекам, он не мог это контролировать, это просто было. Он чувствовал, насколько близкими и знакомыми казались эти слова, насколько все это соотносилось с тем, что существовало у него внутри. Он ощущал знакомые энергии, энергии дома. В то время его жизнь уже совершила грандиозный поворот. Все менялось на его глазах, внутри и снаружи, а знание о половинках лишь ускорило этот процесс. Он понимал, что уже ничего не будет, как прежде. Он пробуждался, он вспоминал. И в такие революционные для его сознания моменты он не мог подобрать более подходящих слов, чем слова самой искренней благодарности, которые он только мог выразить тем родным существам, которые помогали ему осознавать настолько ценные для него вещи. А еще «люблю». Да, именно это слово. Он постоянно повторял про себя или говорил шепотом, как что-то сакральное, понятное только ему. Правда, не само слово было целью произнесения. Вскоре это было состояние, энергия, которая находила свое выражение таким образом. Он понял, что все его предчувствия подтвердились. То, что казалось ему фантазией, оказалось совершенной реальностью. Ощущение своей половинки, осознание себя частью целого, одним из близнецов, так естественно воспринималось его сознанием, что он не имел ни малейшего понятия, как может быть по-другому. Ведь если ее нет, то и меня нет, перефразировав, одного из героев считал он. Слова, которые он адресовал ей каждый день, не были частью какого-то ритуала или медитации, он просто не мог по-другому. Не мог не желать ей доброго утра или приятных снов. Не мог не говорить о том, как сильно любит ее. Не потому, что считал уместным сказать это. Для него было совершенно искренним выражение своих чувств. Итак, я на этом прервусь. Истинные слушатели и те, кому близка эта тема, оказывается, мы можем утром просыпаться и говорить доброе утро своей половинке. Вечером ложась мы можем говорить спокойной ночи. И в минуты вот такие одиночества, когда мы одни, когда никто нам не мешает, мы можем передавать хорошие мысли друг другу. Всего хорошего! С вами была Надежда Николаевна. Пишите комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok